Я старалась, я копила, я работала. В субботу, воскресенье даже выходили. Ольга Булгакова – строитель со стажем. 11 лет отработала машинистом башенного крана. Построила около 20 домов для разных компаний. Когда в семье наметилось долгожданное прибавление, решили с мужем переехать из 23-метровой студии в однокомнатную квартиру. Дом в Солнечном был удобен по всем параметрам, а компания-реставрация не вызывала подозрений. В результате пикет, плакат и оранжевый шарик. Мы кое-как взяли ипотеку, мы кредит брали. Погасили. И сейчас просто опять на том же корыте остались. То есть расширения никакого. Александр Швец купил в реставрации две квартиры – себе и родителям. За обе платят ипотеку. Да еще и две снимает в аренду. Жена в декрете плюс маленький ребенок. В такой ситуации была одна надежда – на помощь властей. Но увы. 30 мая в Москве глава Минстроя Владимир Якушев проводил собрание с представителем рабочей группы реставрации. И на нем ясно дал понять, что дорожные карты и все манипуляции со строительством начнутся только после того, как регион даст свою долю в софинансировании дальнейшего строительства. Регион пока никаких решений не принял. Всего на центральной улице вышли более 80 дольщиков реставрации. Они стоят на расстоянии 50 метров друг от друга. Кто в одинаковых желтых жилетках с одинаковыми плакатами с обращениями к Куссу и Путину. Кто с оранжевым шариком и самодельным плакатом. Уверяют, стоят каждый сам за себя. Интерес к пикетчикам проявляет только полиция. Сначала просят не нарушать, а затем берут с участников объяснительные. Говорят, это стандартная процедура. Настоящий диалог с властями у дольщиков реставрации не складывается с самого начала. На первый митинг они вышли в октябре прошлого года. Сразу как узнали о возможном банкротстве строителей. Тогда к ним никто не вышел. Власти обратили внимание на людей, когда они пригрозили акциями протеста в дни универсиады. В декабре реставрацию признали банкротом. А у половины дольщиков не оказалось нужных документов для признания их пострадавшими. Накануне они записали обращение к президенту для прямой линии. Мы слышим ваши указания на дострой долгостроев. Однако красноярские власти ваши поручения игнорируют и саботируют. С момента банкротства реставрации прошло уже полгода. Однако источники финансирования достройки наших домов не определены. Для того, чтобы записать это обращение, дольщики собрались все вместе на площади революции. Теперь стоят вдоль дороги поодиночке. И тишина. Бывший гендиректор реставрации Николай Коваленко сейчас под домашним арестом на своей вилле в Италии. Его могут вернуть в Красноярск, где ему грозит суд. Работы на брошенных домах обещают восстановить этой осенью. Но, похоже, дольщики реставрации не очень верят в счастливый исход. Квартиру в долгострое можно купить за несколько сотен тысяч рублей. Да и эти одиночные пикеты тому яркое подтверждение. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров. Афонтова новости.